Нон, хранитель и коллекционер голеностопов и Ахилов. Ну, наконец-то, футболисты. Добрый день. Привет. Клинился, блядь. Мне похуй, я закончился. Тренер. Мы эту историю ждали, мне кажется, все мы это стали. Это круто, Саня, давай. И... Человек... Ебать, он тебя кроет, Саня. Давай, что-то... Думаю, блядь, воняет, воняет, воняет. Зашел парфюмный, ребят, причесался, кристалли модные. Поэтому я и говорю, Андрян, вот с этим поведением, это пародия молдавского футболки. На этом не закончим. Пацаны, сейчас. Это для носа. Да. По традиции, не синхронно. Ну, традиции нельзя нарушать. Пишка от третьего тайма. Всем привет, ребят. Футболисты синхронно, это вы там все. Давай проверим. Хорошо, готов? Давай. Четыре, два, одна. Саня, внимательно. Раз, два, три. Давай с тобой, три, два, один. Три, два, один. Ее, да, опять. Именно так. А прикинь, а тут промазали. На, леща тебе. Нормально. Мы так и делаем. Как мне говоришь, я сразу синяком. И так по поводу синяков. Артем Мазов. Сидять себе. Итак, ребят, что Кредитайм та самая офигенная программа, которую смотрите сейчас прямо и кайфуете, потому что мы приглашаем замечательных, по их мнению, футболистов, общаемся с ними, разгоняем горболисты, знакомимся. Да, ну по вашему мнению, вы же замечали. У нас нет. Нет, даже мы так не считали. Но ты же рассказывал, что ты играл в торпеды. Ну, я же там, а что я рассказывал, я там играл. А в торпеды играть охуительные футболисты, поэтому по их мнению. Ты тоже что-то не говоришь, что, Саш? Чья, чья играющая команда? Спартак. Спартак, играющая команда? Ну, мы поговорим по этому поводу. Ты же не разбираешься. Чья, как ловил. Ты футболист, ты не футболист, ты, блин, я понимаю, что не понимаешь. Вообще не понимаю. Ну, а причем здесь в Спартаке играющая команда и ты? Началось. Это начало третьего тайма, начинаем с претензий. Да нет, просто я могу понять, что ты, блин, напротив, что там? Телка там, блядь, синька, блядь, ты про футбол говоришь, ладно я, о чем разница, ты тоже подсинили, тоже с пивом, тоже тебе нравятся женщины, я закончил, я уже тренер, мне похуй, что ты закончил, я уже тренер, мне похуй, что ты закончил, я не знаю, о, не знаю, ребят, запомни, это самая лучшая фраза, мне похуй, я закончил судьбу, я тренер, итак, ребяточки, третий тайм, футболисты, общаемся, разгоняемся, всякие футбольные новости, слушаем горболи, и потом в конце еще играем за рубу, пацаны, у нас сегодня Адриан, у нас сегодня Нама, все его знают, как Саша, А молодцы знают, как Нама, Саша, это подпольная кличка, а мы в подполье, мы вышли в подполье, и Саша, привет, пацаны, спасибо, что нашли время и пришли к нам, давайте будем знакомиться, так и называется рубрика «Знакомство», хлопок, Саня, ееее! Адриан, ну рассказывай, что ты знаешь о Нама? Добрый день, привет, клянился, прям в свой компаниях, здравствуйте, нет, 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 у нас так не приятно, давай нормально, это моя проблема, у меня есть проблема, похлопаем Адриану, я Андриан, все мы немножко Адриану, Нама, я его не знаю, то есть, лично его, но мы играли вместе, то есть, в разные команды, постоянно были моменты, когда мы даже зарубились, но тогда это игровой момент, Это вот история про, да, то, что знаю про Нама, это могу рассказывать только про игровые моменты, сматываешься, да? Да, сматываешься, да, у тебя, пусть у него нога травмированная? У меня нога, то все нормально, Костули про, для костули про, для костули, А так, вот, чтоб теплее было, чтобы колонка на руках, Все хорошо, что бывает на поле, а после поля, подошли, обнялись и все Пойдешь, в разочек, во время игры, оно не должно переходить за линию А какая-то заруба, может, оставалась прям с кем-то? Нет, такого, да нет, на суде, больше на суде, только на них, всегда виноват судья Надо будет сделать выпуск, а судьи как-нибудь сделать вот танки как-нибудь Да, да, там вот ты плохо знаешь только по каким-то игровым моментам, да, да, да Ну и какой он тебе? Говорят, жесткий Жесткий, да, тоже самое хотел сказать, жесткий, но характер есть и постоянно до конца играет Это то, что самое важное для футболиста Уважаю и поэтому желаю дальше играть побольше и без травм Что касается бейзика, Сань, вне футболе мы вместе не сидели, но... Сегодня первый раз, да у тебя премьера за одним столом с Намой и с бейзиком, да? Да, скажем так Я тебя поздравляю, я третий тайм прямо тебя сегодня познакомил с нормальными пацанами И сегодня, к сожалению, ты не убежишь Четвертый тайм, а потом еще серия пенальтиш Да, да, да Там уже пробили, там уже не надо Нам, рассказывай, что ты знаешь о Андриане Андриане? Ну, то, что как играли, как он говорил, друг против друга Мне нравится техничный человек, голова на плечах есть, ничего лишнего Да, привет-привет было, но так, что сидеть за бокалом пива и чашкой коньяка не было Вот он такой, вот в атаке, когда играет, дает расслабиться В команде или в оппозиции? Ну, нападение играет Дает расслабиться, только когда... Он там пупсик приносит, колесит А потом, вот эти резкие, иногда вот бесит Приходилось мне гоняться, даже и косу доставать Косить его Если у Андриана ничего лишнего, что лишнее у бейзика? Ну, так, что все, бейзик Пока ты говорил, он тебе два раза нас не наклинул СМЕХААА То, что бейзик Быстрый, резкий Как пуля дерзкий Нет вообще Нет, это раньше А это звучит так Быстрый, резкий Нестолковый Ну, так Ну, так Ну, так Что время о тебе поговорить, бейстоныч? Понятно Разгад Только на бейзика нам запросился САМСЯ, бля, по стране Да, САМСЯ, похвали САМСЯ тебе У меня что? Варенек, классный, супер, но он хранитель и коллекционер голеностопов и ахиллов. Есть дома такая полка. Вот когда я увидел, что Андреан приехал на кастырях с гипсом. Какой нормальный парень. Я стал поворачивать право-влево. Я же, блядь, хорошо. Плюс-минус, я не великий футболист, но всегда учили. Право-влево, оценить ситуацию. Я смотрю, с вами здесь нету, можно заходить. С Андреаном, видно, произошла ситуация. Самый богатый реквизитор в истории футбола. Пацаны, занесите в студию, у него в универсальном солдате, у Дольфа Лунгрена вот это, уши, блядь, висит. Здесь висят, блядь. Вот этот его, блядь, этот. Амулет. Амулет, блядь. Занесите его, блядь, который он за нём. Андреану, я честно скажу, что здесь я только могу комплименты футбольные, именно техничный футболист. Мне было приятно играть с ним, когда мы, нам, так скажем, сложилась ситуация, что мы играли в одном турнире. И мне кажется, что я многое забил передач, а я игрок одного касания, то есть там где-то. То есть мне надо просто дать, а я туда там всё. Я смешной. А просто, блин, просто забью и всё. А они насколько меня награждали, что я там... Забивал, забивал. И всё. Тебе есть за что спасибо сказать. Я только ему могу поаплодировать. А Саня, тот человек, от которого я быстро бегал. Как он горит. Пацаны, вот и познакомились, так, ну, типа, раскидались. Сейчас пару сухих фактов о вас. Вадим, начинай. Итак, Адриан Апостол. Человек, который уже, сколько, три года играет за вольту. Она же в топ-эстейт. И за это время очень активно всё, что делал, это ввёл в своей социальной сети. Если тебе лайк не поставить, будешь злиться. Это круто его, да. А видно, что красивый, знаешь. Думаю, говорит, воняет, воняет, воняет. Зашёл, парфюм. Ребят, причесался, костыли модные. Поэтому я и говорю, Андриан. Так, Александр Намашко, или как мы его будем называть, нама, как он больше привык. Игрок клуба Тирасполь. Очень такой футболист, говорят, жёсткий, угрюмый, даже некоторые пишут в лице Владимира Хорошилова. Но если остограммится, то сразу, по лицу видно, уже остограммился, поэтому мы не будем вдаваться в подробности. Саша Безимов. Это игрок Виктории, который 300 тысяч раз выигрывал уже дивизию А, но ещё ни разу не прошёл выше. Как так надо умудриться выше дивизиона? Подожди, во-первых, я Виктории второй тренер. И второй тренер? Да, я один раз выиграл как игрок, а второй раз это как тренер. Ну, там в футболе есть такая штука, выигрываешь, идёшь дальше. Да. А я там не ошибся, ничё? Нет, 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 нет. Там всё перемокать, нет, нет. Перепишем, я хочу ошибиться. Безик, всё нормально. Да. Я всегда мечтал, блин, сниматься в фильмах Джеки Чана, знаешь, почему? И вот эти неудобные моменты. Это неудобный момент, это пока твой смысл. Поэтому, блядь, мою эту куху я никому не показываю. Я думал раздеваться. Слышишь, если бы я выпил то, что ты там пьёшь, бля, не знаешь. В водичку? В водичку. Кто бы тебя вырвало бы? Оставь вещество. А то дай микробы, ё-моё. Обмен вещества нарушился. Нет, подожди, он выигрышную кружку мне дал. Не просто кружка, из которой я подпеваю, она ещё может достаться вам. Ладно, мы всё там протрем, всё сделаем красиво и дадим вам в итоге другую. Да у нас ещё палочку есть. Оставляйте комментарии под этим выпуском на нашем YouTube-канале Сока Молдова. Просто подписывайтесь на нас, очень простые правила. И рандомным образом кто-то из вас станет победителем этой кружки. А самое главное, попадёт в финал нашего шоу, где все обладатели кружек, когда придут 20 человек с кружками, и определится, кто из них поедет в итоге в Словению на Лигу Чемпионов по Соке. В общем, всё очень просто и достаточно хороший приз. Сань, мы от третьего тайма, от Маза Пубрика желаем, чтобы всё получилось. Спасибо вам большое. И давайте, да, апплодисменты, чтобы всё получилось. Футболист отпросился на свадьбу из сборной и не вернулся даже на следующий матч. Это, кстати, очень близкая история для молдавского футбола. Может, вы её даже слышали. Некий Виржилио Пасталаки, который вы по-любому знаете, говорит тренеру, у меня там у брата свадьба, все дела, я еду. Ну ладно, еду. А что, у брата не у него? Я думал, что он начинает. Да, свадьба у брата. Он уехал и не вернулся даже на следующий матч. Что за истории у вас были когда-то подобные? А что он не мог вообще всю команду нахерить? Кстати, ну футболь уже принято. Выиграли там, пошли, веселиться. Поехали. Переходим к футбольным горбалям. Это такая тема, где футболисты рассказывают свои истории, которые многие знают, а для кого-то это просто будет премьера. Поэтому сейчас расслабляйтесь и кайфуйте от шикарных историй. Я думаю, что мы начнем, конечно же, с балабола нашего выпуска. Андриан, ты прям накидываешь одну за одной. Андриан, давай прям футбольный горбылик, чтобы все послушали и кайфили. Давайте я расскажу одну ситуацию, которая у меня была. О, давай. Такая идея. Вот ты молодец. Были еще Андер 16 за сборную играли. Кстати, тренер был брат Иваныча. Да, да, да. Передаю привет им. Мы были в Питере. Ну, типа там международный турнир. В Шалке, ну, четыре там, ну, не знаю. Да не пережайте, татуировки не можно называть. Да, татуировка такая. Да, да, да. И там день игры, типа, были внизу поужинали. И давай подняться по номерам и собраться к игре. И там ждали. Первый, второй, первый, второй. А ты слышишь? Я просто нифига не слышу. Нет. Ждали, ждали. Не, просто, да, так. Я просто, как я с вами всегда стал. Я спокойный. Я принял, отдал. Да, да, да. На ноге. Принял, мы видим. Сейчас отдай. И там ждали лифт. А ты впервые был в лифте, наверное, удивительно. Германия, цивилизация. Ну, это в Питере. Питере. Я свою историю себе накручиваю, потом меня буду разгонять. В Германии, блин, там лифты тоже. Лифт, это такая штука, которая вверх, с кнопками. Продолжай, ну-ну. Да, и ждали мы лифт. Там, ну, собрался. Пока мы ждали, один из этих людей где-то. Ну, лифт обычный был. Для четверых. Четыре, шесть, пять. Не знаю, например. И давайте нажмем на пятый этаж, например. Начинали мы там подвигаться, подниматься и заблокироваться. 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 И что делать? Сначала было все всем там хи-хи-ха-ха-ха, да. А потом чувствовали, что... Зря горох ели перед этим. Дышать вообще, чем у другого. Так. Не подарил он мочевой там, ни у кого. Они же друг друга поддавливали. У кого свободный карман, блин? У кого свободный мочевой меня на перелик. Там стояли, там кричали уже, помогите, помогите. Ну, это в день игры, чтобы вы поняли. А, это еще в день игры. Град Ивановича, кто знает, то же самое. Это не... А он тоже был чемпионом горбулей? Он был тоже в лифте? Главный тренер. Он тоже был в лифте? А, его не было в лифте? Нет. И, типа, все мы там... Короче, в конце там нас спасли, все хорошо, да. Была паника капец, на самом деле. Сначала было, типа, смешно, не знаю что. А потом уже паника. И вышли мы из лифта, типа, там уже встречал нас. Тренер, конечно, с... Счастливый, да. Да, да, да. И собрались мы в одну комнату, типа, давай говорим, ну, ребят, этот случай должен нас, то есть... Объединить. Не то, что объединить. Типа, это урок для нас, это могло быть последний нас. Не знаю, что это. Короче, мы с сегодняшнего дня, типа, в каждую игру будем выйти и выиграть. Да, или новую жизнь. Ну, новую жизнь, да. Попали мы на игру, там мы там играем. Выиграли? 0-4 попали. Шальки 0-4, 0-4. Школа жизни. Нам! Давай от тебя, Горобыль. Горобыль от нам. Вот он мне за лифт напомнил, это 16 лет тоже сборная Молдовы в Германии. Тоже лифт, я там был, кстати. Не, ну там рядом Питер и Дуйсбург, Германия. Да, через дорожку. Обычно так заказывается и еще. Короче, приехали в 4 утра, все сонные. На лифте? Да, на лифте приехали. Это как есть этот анекдот. У тёщи одолжу денег. Тут нет, друг издалека приехал на лифте, одолжи денег. Да, 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 да. С первой, да. Короче, сонный с этой барсеткой большой на 20 кг. Денег. В лифт такой. Смотрю, у меня глаза открыли, как начал лажать. И Кент заходит там. Ну, мы Месси из спортивного класса Чубкова. Чё ты смеешься? Я говорю, смотри. А там ножом вытерут на русском. Хуй. И обведен. Я говорю, оба, мы не первые здесь. Не первые тоже странен. Адриан здесь был, короче. Сань, давай историю от тебя. Там в кальяне. Горбыль. Горбыль. Как-никак, всё-таки ты и профиг. Погорблям. Погорблям? Да. Тренер Погорблям. А тренер Погорблям? Да. В тренировочном процессе может быть. Второй, второй. У него есть первый, он же говорит. А от третьего лица можно говорить, чтобы не политься и не полить кого-то? Один мой друг, но мы понимаем, о ком речь. Один мой друг. Его зовут Андрей, а там как-то по-другому была такая история. Второй, да? Да. Первый, невозможно, блин, дать горбыль, потому что он же, блин, чемпион почти. А это я там даю горбыли, а он почищает меня ещё. Давай, почищенный. Давай, рассказывай. Короче, российская футбольная команда. Как называется? А ещё готовиться надо было. Все зрители. Есть зрители у вас или нет? Ну, уже нет. Я пришёл в момент такие. Да, вообще похуй. Мы же так выключили ютуб. Да, вообще похуй. Если вам похуй, то у нас в гостях Саша. Вернее, теперь вам похуй, потому что у нас в гостях Саша. Да, я тебе дай, блядь. Как он называется? Лайфак, хуя. Как он называется? Посовременно. Кто, блядь, не знает? Где он играл? Что? Это интересно будет. О, как? О, типа, ну. Ты заставляешь зрителя смотреть? Думай, учиться. Думай. Спасибо тебе. Это всё? Пока, пока это отсутствие просмотра. Подписайка твоей истории. Да, я закушу. Да. Футбольная команда, Россия. Выиграли игру. Дома пошли, блядь. Праздновали. Праздновали. Напраздновались так, блядь. Накуярились, блядь. Блядь. Под утро. А у нас база за городом. Едем. Короче, блядь. Два чудака начали, блядь, спорить. Да. И чудак говорит. Спорим на ящик, не коняка, а шампанского. Канины? Нет. На ящик шампанского, что ты заведёшь на второй этаж лошадь. Мы эту историю ждали, мне кажется. Это круто. Давай, давай. Ну рассказывай. Да любопытно. Ну, ну, ну. Короче. А я вон не завёл. Всё. Круче, блядь, заводит. Выигрывает там, блядь. Радуется. Всё, нахуй, блядь. У меня ещё шампанское всё, хуйня. Спускать? Нихуя. Но есть окно. Бухие все, блядь. Все просто бухие. Блядь, нихуя не спускаются, блядь. Ёпта, ну что делали? Так похуй нахуй, блядь. Под этим делом. Всё, легли спать, всё. С лошадью? На втором этаже? Так похуй, блядь. Поля очень. Ничего себе жёсткий, какая команда тут шоу. Грэгби играли. Ты где играл, да? Просто же гриб, блядь. Спать ещё раз. Рад, блядь. Легла, нет? Сейчас ты знаешь. Уже три утра. Начальником моего. Всё, поднимают те, кто, блядь, все приезжие, блядь. Там понятно, блядь, выебал, короче, расштрафовал там. Всё, блядь. Всё, пиздец, блядь. Думаю, не могу. Тренировка, блядь. Два теста Купера подряд. Это просто пиздец. Лошадь там? Нет. Лошадь не важно. Но я могу тебе сказать, как её там. Но. Лошадь не важно. Но этот, сука, блядь, ящик, блядь. С шампанского мы думали, ну, сука, ну почему на ящик? Столько раз. Что ты пробежишь? С этим таймом ещё не можно. Саша, спасибо. Это круто. Подожди, тут важные вопросы. Лошадь насрал или насрал? Мы уже были там под уроком. Я понял. Что с лошадь? Да, короче, вы не… Да, да, спустили, но спустили так, знаешь, как надо было увеличивать… Это был завтрак перед тренировкой. Тем ступенькам она поднялась, а надо было увеличивать. Я уже не знаю нюансов, это уже, блядь, там. Но там подставляли кирпичи, поднос там, блядь. И, короче, надо увеличивать, было ступеньки. Но это уже их нюанс. Но мы за это, блядь… Наше дело было завести, да? Следующий подрядчик. Мы заговаривались так, да. Мы заводим, другая сборная спускается. В чём вопросы? Я не понял. Да, о чём речь? Это трейлиг России. Там бывает и хуже. Да. Да. Мы с командой, то есть с Вольтой пошли на… поехали. Или полетели, как правильно сказать? Чтобы не обидеть… Чтобы пока ещё звучало. Чтобы не обидеть… Полетели на автобусе. Полетели на автобусе. Правильно сказать одно. Основа полетела. Основа полетела. Основные… Поехали. А остальные пошли пешком. Да. Остальные, да. И, то есть… 24 часа, то есть, в дороге там, уставший. Приезжали мы там в отеле. Ну, я тоже не хочу сказать имена. Ну, Костя, я больше скажу. Привет. Если что… Говорю от третьего лица. Да. Ну, я действительно был уставший. Там проследился. Там разные… Ну, я вижу, Костя хочет ещё… Третий тайм. Как мы заселились? Ай-яй-яй-яй. Постоянно он что-то искал туда, выпил с чем-то. Ну, бля, ты мне так… Когда было так плохо, я… Костя, я тебе сделаю сейчас. Короче, до трёх часов где-то он… Бухал. Да. На второй день игры. И просыпаемся на второй день. Костя, короче… Мне звонил тренер вчера. Тебя видел, когда… Типа… Бухал. Туда, сюда. И… Очень, типа, разочарованный в этой ситуации. Не знаю, что будет сегодня. Скорее всего, сегодня в составе не… Не выйдешь. Не выйдешь. Про Костю говорят. Про Костю… Не, это я Костю говорю, типа… А, ты Костю баркалываешь, типа… Да, я… Да, да, да… Ты звонил мне… А, но тренер не звонил? Нет. Капитан команды… Я хотел отпустить его, типа… Я хотел спать тогда… Он постоянно туда-сюда… Туда-сюда… И… А Костя в панике… И… Ой, блин… Действительно так было? Да нет, это… Блин… Андриан, что, блин… Скажи ты, как капитан, типа… Скажи, что… Нет, это не так… Блин, это решение тренера… Я не могу ничего… То есть, это… Бля… Как бы мы сегодня пришли… Не сегодня… Пришли в… Турнир… И надо играть… Как тренер решит, так и будет… Он в панике… Одевается… Идет к тренеру… Тренер… Я слышу, что вы так… Но я вчера не пил… Много… Я нормально себя чувствую… Могу я играть… Тренер, типа… Мне… Как он рассказал, типа… Костя, что ты хочешь? Иди отдохнись… Я сейчас через три часа играю у нас… А что? Я нормально… Могу играть… А он на самом деле… Костя… Хороший парень, но он паникер… Ага… Такой он… И так получилось, что до игры он был… В панике… В панике до этого, что будет, как будет… Играл, забивал, и мы выиграли… Вот… Конец 90-х… 2000-х… Короче… Горбыль был… Команда находится в Турции на сборах… А третьего все… Лица… Приезжает на сбор в команду два человека… У них селят в одном номере… Два футболиста… Всего два на всю команду? Нет… Команда сама… А это отдельно? Ну типа… Да… Так оно и будет… И, короче, тренер такой… Доктор говорит… Заходил к ним… Да… А что не делал? Прикинь… Только приехали, сумки разрушили, начали бухать… Тренер такой… Ну наконец-то футболисты… Есть еще? Горбыль? Что надо? Да думай, конечно, что нет… Есть история… У тебя по-любому… На моих… Очень много… Как мата на языке у Саши… Рассказывай… От третьего рассказывай… Короче, команда… Выходит с одной лиги… Ну… Повыше лигу… Не буду даже говорить, что вообще даже не состыковывалось… Хорошо… С другим человеком… Ну от себя третьего… И, короче… За этим автобусом, командой… Едет специальный бусик… Там… Коня… Шампанское… Короче, все… Ну, футбол… Ну, все… Команда вышла… Атрибуты… Лигу вышла… Едет… И, короче… И тренера уже тоже заколебала… Там… Останови… В туалет… Покурите… Заколебали… Закройте… Сейчас… Доедем до базы… Устроитесь… И этот человек… Третий… Короче… Не выдержал… Люк открыт… Кто там, блять, кушает… Спереди… Я… Сука… Налейте ему полный, бля… Стакан коньяка, бля… Чтоб он уснул, нахуй… То сейчас вся команда начнет курить, бля… Идем к игре… Итак… Парни, вам спасибо за историю… Давайте похлопаем… Это было круто… Спасибо за… За ваше откровение… Сейчас мы переходим к игре… Вам нужно сесть друг напротив друга… Максимально близко… Моргать можно, да? Моргать… Можешь провоцировать… Нужно, чтобы он улыбнулся… Максимально серьезные лица… Кто улыбнулся, кто проиграл… Понятно? Да… Глазами… Как анекдот рассказать… Азвуками мозга… Азвуками мозга… Ну что, попробуем? Все, собрались… Не улыбаемся… Первый раунд… Начали… Можно говорить… Я в последний раз… Я ухожу с тобой… Прощай… На, мы улыбаться снимали сюжет… Как на поле… Тогда я тебя пойму… Нам… Хорошо… Ну они смотрятся вместе хорошо… Принцип ясен, да? Так, мы православные, закачивайся… Это жопа… Позвони мне… Позвони мне… Позвони мне… Бляди бога… Ммм… Он что-то схватил… Сводит сука, блядь… Победа… Я как помнил фильм… Да все, я пиздец… Не смог, блядь… Андриан… А это победное место теперь… Тихо… Да я фильм вспомнил… Я уже не выдержал, блядь… Ну что, Андриан… Поздравляем тебя… Это было круто… Как тебе соперник? Очень сильный… Задержанный… Жесткий… Жесткий… И… С перегаром… Ребята, это был третий тайм… Это было круто… У нас сегодня в гостях был Андриан… Тебе большое спасибо, что пришел… Саня Нама… Рад тебя видеть… Сань, рад с тобой познакомиться… Ну что, вам всем спасибо за просмотр… Ну а что с этим просмотром нужно делать… А что под ним делать… Скажет Вадим… Обязательно под этим видео в комментариях… Оставляйте свой комментарий… Как вам вообще шоу… Может что-то не нравится… Может что-то нравится… Нет, конечно, вам все нравится… Случайным образом выберем победителя… Одного из тех, кто оставил комментарий… Он выигрывает вот эту кружку… Ну а дальше она уже дает возможность… Побороться за путевку в лигу чемпионов… Словению… Словению… По соке… Так что, ну… По-моему, вы поняли, что надо делать… Как вам сейчас комментарии… И… Побеждайте… Ну а мы будем заканчивать… Пацаны, вам большое спасибо… Это было круто… Это был третий тайм… Спасибо вам… Пока… Субтитры сделал DimaTorzok… Субтитры сделал DimaTorzok… Субтитры сделал DimaTorzok… Субтитры сделал DimaTorzok… Субтитры сделал DimaTorzok